раз-два-три-четыре-пять всем здрасьте с вами сварок и как вы знаете у нас в эти выходные будут повышенный призыв на древние шардики которых мы сможем выловить претуса либо джору на джору я делал обзорчик кто не видел ссылочка появляется сбоку от вас и в принципе там же я водил ее везде только можно кроме семраха поэтому решил исправиться и сегодня будем тестить ее на семрахе соответственно вместе с претусом потому что претус сам по себе имбовый герой и посмотрим как они вдвоем там будут тебя показывать ну и собственно начнем после небольшой рекламы я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую при том дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку залез в очередной раз на тестовый сервак джора претус все без пробуд все на плюс-минус хорошем шмоте надеюсь с такими вот интересными статами у меня получился претус 20к атаки 300 с копейками небольшими и крит урона и джора у которой всего лишь одна шмоточка на бонус к пешком виде 20 с половиной процентов из full мифортом у нее уже получилось вместе с прогрессом сбора с почти 47000 здоровья или знаете что ребят вообще не стоит ее девать хп вот от слова совсем нет конечно да у нее есть хороший навык когда она танчивает настакивает урон который не превышает 150 процентов и максимального здоровья а потом наносит 4 базовой атакой 200 процентов урона а также прибывающий защиту урон равны грубо говоря ее 150 процентам здоровья и пассивка хорошая да но здесь в принципе если убрать массовые атаки у семраха то у него в принципе остается только один соло таргет который бьет камушком и камушек бьет достаточно больно достаточно сильно и если у вас у джиры нету 3 пробуды которая дает ей какой-никакой но щит когда у нее здоровье само по себе опускается как мы знаем при выставлении там почти сразу семра бьет ладошкой нанося массовый урон а потом сразу камень и это все табильно шатает джиру потому что у нее благодаря ее таланту чем выше здоровье тем выше уязвимость до 30 процентов и потом конечно же здоровье у него опускается и уязвимость пропадает но в любом случае это все для нее будет летально поэтому по-хорошему вообще не стоит давать и в допках хп ну максимум там вот 10 там 15 тысяч то есть для того чтобы вы понимали мы заходим на кланового еженедельного босса давайте на 2 апокалипсиса вот такой командой я предположим захожу на семрах а при этом со которого мы будем тестировать что он нанесет без пробуду но с фу пракции конечно же его еще акционная белочка видимо ла . с молниями джира и конста который у нас будет танчить входящий урон потому что она у меня это пул в хп с допкой на защитку и у нее получилось суммарки девяносто одна тысяча пашек плюс лидерка фракции которая даст еще 15 процентов там куда-нибудь как-нибудь ну под стока хп вышла у меня предположим конста которая будет в себя питать урон и до джира когда она выходит в бой у нее уже благодаря ее личному таланту 60 тысяч здоровья и джира банально когда заходит в бой под лидеркой то она уже получает плюс к статам и у нее уже только мы ее ставим у нее уже семьдесят тысяч здоровья плюс потом она после какой-либо своей ульты повышает себя к пашку еще на 75 процентов и у нее уже после этого будет сто двадцать три тысячи хп соответственно она переплевывает консту но она в рычках пожарнее но на самом деле это все ерунда потому что нам главное поставить консту которая будет в себя принимать кирпич который в принципе первые там два три усиления не сильно много наносит по консте ну что же давайте расставляться понятно что валькира здесь будет больше вот бред у социалистером потому что у нее есть понижение магического сопротивления на базе поэтому наши маги будут быть больнее но я пытался взять к притусу и джири максимально тех героев которые можно выбить из синих камней и алистер и мы все с вами собирали из осколков так вот как сейчас можете заметить у босса будет массовая атака плюшка вот она полетела хлопочек и пошел камушек в консту которая спокойно вообще переживает без проблем от жру бы он убил на самом деле даже минус проценты урона которые нам срезает алистер но все равно джири без третий твои обилочки здесь без щитов чаще всего складывается хельга включилась хельга сбивает пилу босса вершина него станут свои ульты все хорошо и мы теперь начинаем включать всех остальных у джири плюс 80 тысяч здоровья то есть у нее уже там порядка 130 тысяч хп шик она прям вот максимально жирнючая и по идее в нее там будет следующие камушки прилетать которые будут пулять босс а тем более когда найдет свою ульту на постоянку после 2 активации этой самой ульты то она будет уже на максимально хп но нет камушки будут также продолжать лететь консту почему потому что мне кажется что босс просто не видит ее усиления хп шик и так как она сама по себе просто жирненькая то он случае чего на нее агрица и стопс какая-нибудь долора стоит но при наличии жирные консты либо жирного танка который впитывает урон то в принципе в джору ничего не летит и да как я уже говорил она а я забыл хельгу включить отлично так вот как я уже говорил она здесь принципе получает до пару массовых плюс как и все собственно герои и потом просто камень который она может в себя наставить при всем моем желании и уважением джори этот камень не сильно даст густа потому что камень лисит довольно нечасто и толку от него для нее нету а шанс помереть все таки остается достаточно хорошим поэтому не рекомендую и одевать в хп шичку она стоит лупит босса и и не трогают камушки массовые атаки трогают всех поэтому тут не проблема массовых атак у босса хватает для того чтобы бить по нашим героям забыл включить люцика кстати да его чуть-чуть под балансе ли кто не знает и мы переписали чуть-чуть ульту теперь у него после того как он зашел в ульту там бла-бла-бла у него базовая такая и рывок наносит дополнительно 150 процентов урон один раз и после этого следующая базовая атака рассеивает до пяти усиление при попадании до этого у него было если не ошибаюсь какой-то процент на шанс снятия усиления и он пропал далеко лишь не всегда то что люцией сейчас у меня зашел в стойку они в ульту это я его проморгал также как и хелику но на самом деле просто показать что вообще жира может долбать и кстати да на тестовыми так думаю на первопроходцев тоже дали статистику у нас есть текущая статистика дали текущую статистику на том же самом симрахе где мы видим на каждой фазе урон наших героев которые наносят его что не может не радовать и также есть общая статистика нанесенного всего урона на нашей командой так и она прекрасно убирается наконец-то мои молитвы просьбы крики и все остальное было услышано разработчиками и они сделали табличку с уроном которую мы видим по ходу боя не может не радовать очень приятно я доволен это очень крутое достижение в игре в самой потому что всего этого раньше не было и без этого было конечно же хуже я не знаю как я я учу его не хочу взять авто ульту на самом деле потому что сразу зеленые включится и все за хелит давайте мы как-нибудь вот так вот а потом уже включим после этого как мы видим по статистике по общей претус без пробуд наносит в принципе по общей статистике не так уж и много урона за весь бой за всю первую грубо говоря фазу до первого усиления босса у нас претус без пробуд наносит крайне мало урона в отличие от той же самой жиры которая дамажит в принципе неплохо да конечно я забываю включать эти молнии я забываю вообще всех включать я сижу с вами разговариваю но я думаю вы не сильно оскорбите за такое отношение к игре потому что в принципе для меня сейчас просто посмотреть от жиру и того же претуса а претус и джера ультятся под концу которая все это дело пытается забавить но на самом деле мне констатис очень понравилось когда в нее ничего не прилетает то есть для того чтобы она жила ее можно таскать собой но ей нужно давать минимум хп то есть ну дать ей там плюс 10 но плюс 20000 это это край главное чтобы у нее базовое количество хпшек вместе с лидеркой не превышала хпшки вашего танка потому что в противном случае кому-то будет очень больно и кто-то вполне себе возможно ответит конечно до 3 пробудово и и под цей вид потом у нее уже мы про ультим все два раза на первой фазе мы очень быстро снимем хпшку просто поэтому принципе там в нее сильно не прилетит потом на себя хпшки конечно просто к это но в любом случае всегда у нее есть прекрасный шанс отъехать особенно если будет какой-нибудь масс урон в виде того же хлопка ладошкой по полу а ряды а потом будет какой-нибудь не очень приятный камень которая ее просто похоронит поэтому я считаю что джуру вообще не стоит девать хп как я уже говорил и на самом деле у вас сегодня завтра уже начнется призыв этой самой джиры я снова ультю всеми как попало у меня все поехало по одному месту я даже не смотрю на игру давайте вот так вот сделаю так вот уж совсем скоро уже начинается призыв на джуру кто ее вытянет попробуйте по потестить ее может быть я не прав может быть я ошибаюсь но как я уже говорил ей давать минимум хп ну и конечно пришлось переиграть чтобы нормально сделать чтобы нормально было 71 с копейками механизма мы набили на втором симрахе сохраним результате и по характеристикам теперь ультил нормально всеми не забыла прожимать молнию претус без пробуд сто семьдесят пятью сто семьдесят шесть миллионов джера сто шестьдесят алистер 120 но эти до пари там что смогли поэтому вот какой такой результат но в любом случае кто выбьет предусы и джуру я вас яростно поздравляю а на этом все с вами был сварок всем благосклонного рандома богатого дропа и мирного ваня по над головой удачи